Вор в законе Леха Злак Краснодарский край всегда считался вотчиной Аслана Усаяна, Дед Хасан. Старейший законник долго строил здесь свою империю, не только взяв под контроль крупный бизнес, но и проникая в кулуары местной элиты в лице правительства. Именно здесь он пережидал опасные времена, чувствуя себя в безопасности. Дед Хасан мог бы спокойно наслаждаться жизнью и контролировать многочисленные бригады преступников прямо из Краснодара. Но его амбиции требовали присутствия в Москве, поэтому он расставил по Краснодарскому краю своих ставленников и координировал их деятельность издалека. К началу десятых годов, враждующий Сухумский клан начал наступление на казалось бы безопасный для Усаяна край. Были совершены покушения на некоторых активных членов его ОПК, а в некоторых городах, сухумцы и вовсе сместили смотрящих деду Хасана, заменив их своими людьми. Дубайская коронация лидеры сухумского воровского клана в конце 2012 года приняли решение о коронации сразу 16 человек. Им требовались люди, способные оказать существенную поддержку в конфликте с Хасаном. Воровская сходка по поводу принятия в семью новых членов состоялась 10 декабря 2012 года в одном из самых фешенебельных отелей Дубая. Этому сборе еще в какой-то мере был обязан и сам Усаян. Дело в том, что он последние несколько лет активно короновал новых молодых воров, таким образом укрепляя свои позиции в тех регионах, откуда были новоявленные законники. Хотя по воровским понятиям, делать этого не мог, так как между его тбилисским кланом и сухумцами был серьезный конфликт. А во время такого, почти военного положения, коронация новых стремящихся запрещена. Но смотревшись, как армия Хасана увеличивается, сухумцы решили также не отставать от своего врага и сделали подход к авторитетным представителям криминального мира, которые разделяли их точку зрения, и могли поддержать клан в трудные времена. Одним из таких, к кому был совершен воровской подход и стал Алексей Злокоманов по прозвищу Леха Злак. Именно на него ложилась серьезная обязанность, являясь уроженцем Ростовской области. Злокоманов должен был возглавить местных бандитов и составить противовес положенцам деда Хасана в своем регионе. Леха Злак Алексей Злокоманов родился в городе Гуково Ростовской области 9 июня 1981 года. Сам являясь по национальности русским, он всегда поддерживал отличные отношения с кавказцами, которые контролировали часть бизнеса у него в городе. Со временем и Злокоманов вошел в так называемую бригаду кавказских ракетиров. С ними выезжал в соседние города и Ростов, где выбивал деньги с должников. Зачастую будущего воры брали и на серьезные разборки. Имея крепкую физическую форму, Леха Злак производил должное впечатление на оппонентов. Он успел даже отсидеть небольшой срок в новочеркасской тюрьме, благодаря чему его авторитет значительно вырос в глазах уголовников. Именно во время той отсидки Алексей попал под влияние Сухумского клана, так как в колонии в тот момент вместе с ним находились люди, входившие в этот клан. Вскоре Алексей Злокоманов был представлен авторитетным вором, как человек, который может взять руководство ростовской преступностью в свои руки. Законники пообщались с молодым парнем и решили, что действительно лучшего кандидата в смотрящие им не найти. Но для укрепления его позиции в регионе, Злака необходимо было короновать, так как не все признавали его авторитет, особенно люди из тбилисского воровского клана. В 2012 году с подачи джема Микеладзи Злак был коронован в Дубай и вернулся в Ростов с полномочиями смотрящего. В то время здесь не было ни одного вора в законе, и он должен был быстро закрепить свое влияние на регион. Однако все вышло с точностью да наоборот. Аслан Усаян понимал, что может потерять ростовскую землю, поэтому откомандировал сюда своих людей, которые начали охоту за молодым авторитетным конкурентом. А сам патриарх воровского движения занялся компрометацией смотрящего по Ростову, рассылая по тюрьмам молявы, что Леха Злак не вор в законе. Разборка в Армавире Кубанский и ставленники Деда Хасана пошли еще дальше. В Армавире они сломали обе руки стремящемуся в сухумскую воровскую семью молодому авторитету Ризику Белаве, Ризика Джуварский. Тот попал в засаду, устроенную в одном из городских кафе Воромары Мурадяном. Ризика заранее пригласили сюда якобы на дружественный разговор. Почувствовав подвох, авторитет позвонил Злакоманову и предупредил о том, что едет на встречу с оппонентами. А там его уже ожидали Самара Мурадян и его бойцы. Они спросили у Ризику, кто такой Леха Злак. Тот ответил, что знает его как вора в законе. В ответ Мурадян посетовал на то, что у Ризика неправильная информация, и Леха Злак является гадом. После этого авторитета избили и дали телефон, с которого тот должен был позвонить Злакоманову и лично объявить его гадом. Естественно, что Ризик отказался это сделать, после чего ему сломали обе руки. В это самое время к кафе подъехал сам Алексей Злакоманов вместе с ворами Артемом Сарксяном, Артем Саратовский, и Давидом Джангидзе, Дата Краснодарский. Их сопровождало 15 бойцов-тяжеловесов. Увидев окровавленного и лежащего на полу соратника, они вывели его в безопасное место, после чего боевики Злакоманова принялись избивать Яру Мурадяна и его товарищей. На следующий день в реанимации от побоев умер один из положенцев Армавира, который поддерживал Мурадяна. Поговаривали, что эту разборку спровоцировал сам Леха Злак, заслав Убилаву в логово к врагам. Тот должен был вывести Мурадяна из себя и спровоцировать его на агрессию. Возможно все так и было. Та разборка дала повод усомниться в решении деда Хасана в том, что Злак не вор в законе. Он отстоял свое имя, пускай даже и таким срежиссированным способом. Смерть смотрящего в январе 2013 года Алексей Злакоманов прибыл в Москву, чтобы встретиться с другими ворами и обсудить вопросы касательно Ростова. Еще раз на сходке прозвучало мнение, что Злак успешно справляется со своей задачей, отбивая нападки хасановских парней. На то мы порешили, что он продолжит закрепляться в регионе, а в помощниках у него будут сухумские воры из близлежащих областей. Злакоманов задержался на несколько дней в столице. И 10 января прибыл на Казанский вокзал, чтобы отбыть к себе в Ростов-на-Дону. Однако здесь его задержали московские полицейские, которые уже знали о том, что задержанный является вором в законе. Однако предъявить что-либо ему не смогли ограничившись профилактической беседой, отпустили. В 2014 году тбилисский клан стал отбивать назад свои территории в Ростове. На Леху Злака по данным источника mzk1.ru несколько раз пытались совершить покушение. От греха подальше он решил на некоторое время залечь на дно и отправился в ступе на Московскую область и вместе со своей женой. Однако этот ваяж оказался смертельным для смотрящего. 17 мая 2014 года он был обнаружен мертвым собственной женой. По некоторым данным, смерть наступила вследствие сердечной недостаточности от передозировки метадоном.